Александр Носов Любовная зависимость Как выйти из нездоровых отношений? Введение Этот мир жесток В нем любовь и разлука бок о бок В нем над чувством правит порог И больнее бьют только те, кто по-настоящему дорог Только ты это зная, держись В сердце израненном не дай потухнуть надежде Ведь дальше будет все по-другому И верю, что лучше, чем прежде Руставелли Лучше, чем прежде Если вы росли в семье, где недополучили родительской любви и заботы, а ваши потребности в ласке игнорировались, то это не могло не оставить на вас определенный психологический отпечаток Выражается он в том, что вы не способны выстраивать здоровые отношения Поскольку подсознательно выбираете эгоистичных и эмоционально недоступных партнеров Вы пытаетесь заслужить любовь Вам кажется, что если вы измените партнера и решите его проблемы, например, с депрессией, алкоголем или наркотиками, он полюбит вас И тогда вы будете по-настоящему счастливы Вы ощущаете, что испытываете радость только в его присутствии и смело называете это состояние любовью Даже когда ваши встречи омрачены скандалами, руганью, унижениями, вы все прощаете, потому что вам кажется, что не сможете прожить без него Тем более, что так бывает не всегда Ваши встречи похожи на постоянные качели То очень хорошо, то очень плохо Его убеждения становятся вашими, и вы постепенно теряете себя Когда его нет рядом, вы постоянно думаете о нем Проигрываете различные ситуации и ведете с ним мысленные разговоры Каждый день вы проверяете его активность в социальных сетях Ваша ревность открывает в вас детективный талант Эти отношения подрывают вашу веру в себя и вгоняют в глубокую депрессию Жизнь вне отношений кажется вам серой и бессмысленной Возможно, периодически у вас мелькают мысли о суициде Одиночество для вас равносильно пытке Если в чем-то из вышеперечисленного вы узнали себя То должны осознать, что превратились в некое подобие наркомана И серьезно больны Ваша болезнь называется любовной аддикцией Любовная аддикция не проходит со временем Это тот случай, когда время бессильно Если не заняться лечением, болезнь будет медленно разрушать вас Лечение состоит из нескольких стадий И эта книга поможет вам пройти все стадии до конца Из нее вы более подробно узнаете о данной болезни И получите четкие рекомендации и практические упражнения Для вашего скорейшего выздоровления Я профессионально занимаюсь данной темой И провожу консультации по скайпу с русскоязычными людьми по всему миру Очень часто ко мне обращаются именно с этой достаточно сложной проблемой Поэтому данная книга посвящена ее решению Она написана простым и доступным языком для широкого круга читателей Прочтение поможет вам лучше осознать причины такого явления, как любовная аддикция А кроме того, вы узнаете, как можно самостоятельно избавиться от нее В книгу вошли только те методики, которые многократно и успешно зарекомендовали себя на практике Я гарантирую вам, что если вы будете внимательно читать эту книгу И добросовестно выполнять все упражнения Это избавит вас от депрессии, повысит самооценку И самое главное, вы сможете самостоятельно избавиться от любовной зависимости Глава первая Влияние детства Природа любви Внутри каждого ребенка заключен эмоциональный сосуд Который ждет того, чтобы его наполнили любовью Рос Кэмпбелл В детстве человек практически полностью беспомощен А родители выступают для него в роли богов, во власти которых награждать и карать Психологическое развитие ребенка во многом зависит от его контактов с родителями В первые годы жизни у него формируется базовое доверие к миру Родительская безусловная любовь дает ему понять, что он нужен Если же один из родителей эмоционально нестабилен Это не может не сказаться на развитии и психике ребенка Без родительской любви ребенок не способен к полноценному развитию Такие дети намного чаще болеют и отстают в развитии А в дальнейшем страдают от невротических расстройств личности В начале 20 века в детских домах 9 из 10 сирот до 1 года умирали от истощения Внешние факторы, объясняющие такую смертность, отсутствовали С питанием и гигиеной не было никаких проблем Было обнаружено, что эти дети умирали от недостатка любви и ласки Так как ласка влияет на биохимические процессы в организме ребенка Работники детских домов стали проявлять к ним родительскую ласку Брать на руки, убаюкивать И смертность среди детей сократилась на 90% Во многом на такой подход к воспитанию детей повлияли результаты эксперимента Под названием «Природа любви» Который в 1950 году провел профессор Висконсинского университета Гарри Харлоу В своем эксперименте он использовал обезьян Так как у этого вида млекопитающих строение нервной системы наиболее схоже с нашей В первые часы жизни детеныши обезьян забирали от мам и сажали в отдельные клетки В изоляции детеныши проявляли ласку и привязанность к полотенцам, покрывавшим полы их клеток Если полотенца забирали, детеныши нервно реагировали и вели себя агрессивно Эксперимент состоял из четырех этапов На первом этапе обезьян поделили на две группы Для них создали две суррогатные матери Одна была из проволоки, а вторая представляла собой теплый манекен со встроенной электролампой В первой группе проволочная мать была с бутылочкой для кормления, а теплая без Во второй наоборот В результате обезьяны из обеих групп больше времени проводили с мягкой и теплой мамой На втором этапе в эксперимент внесли изменения Первой группе досталась проволочная мать, а второй тряпичная Оба манекена были с бутылочками для кормления Поведение обезьян из первой группы отличалось Они чаще испытывали нервное напряжение, меньше проводили времени с мамой и проявляли признаки аутизма На третьем этапе проверялась роль матери в утешении ребенка Детенышей пугали, наблюдая за их реакциями в стрессовой ситуации В момент страха все обезьяны бежали к тряпичной маме, прикасаясь к ней, они успокаивались На финальном четвертом этапе были сконструированы злые матери Тоже тряпичные и теплые, но при этом они скидывали и отбрасывали от себя детенышей Обезьяны продолжали возвращаться к ним и жалобными звуками пытались извиниться В результате были получены выводы, что после 90 дней изоляции У младенцев психики образуются нарушения, которые впоследствии невозможно исправить У людей такие нарушения образуются через 6 месяцев изоляции Повзрослев, они не могут устанавливать контакты, ведут себя агрессивно, особенно по отношению к противоположному полу Полностью подавляется родительский инстинкт, и они становятся неспособными на заботу о собственном потомстве Со своими детьми ведут себя агрессивно, игнорируют их потребности, проявляют жестокость вплоть до убийства Некоторые родители того времени осознанно не проявляли любви к ребенку Так как считалось, что она ему попросту не нужна, и все это пустые телячьи нежности Такая точка зрения базировалась на воззрении психологов Что младенец не заинтересован в любви и воспринимает своих родителей только как источник, с помощью которого можно удовлетворять свои потребности в тепле и пище Поэтому, несмотря на жестокость эксперимента, его вклад в психологию бесценен Он опроверг взгляд на воспитание детей основателя бихевиоризма Джона Уотсона, а также гипотезу Фрейда, что секс является первичной потребностью В экспериментах потребность обезьян в отношениях, контактах и прикосновениях доминировала над потребностью в сексе Психоаналитик Рене Шпиц одним из первых систематически исследовал то, как созревает и развивается психология младенцев Он выявил последствия на развитие ребенка при разлучении его с матерью и социальной изоляции А также указал напрямую взаимосвязь психических расстройств ребенка с установками матери В результате своих исследований Шпиц пришел к обоснованным выводам Что недостаток материнской любви тормозит интеллектуальное, эмоциональное и физическое развитие ребенка Он замыкается и отстает в развитии Выражается это в плохом владении речью, заторможенностью в движениях, эмоциональном истощении, апатии, проблемах с весом, слабой сопротивляемости болезням, социофобии Окружение формирует неокрепшее сознание Если ребенок окружен критицизмом, он учится обвинять Если ребенок видит враждебность, он учится драться Если над ребенком насмехаются, он учится быть робким Если с ребенком обходится справедливо, он учится справедливости Если ребенок чувствует себя в безопасности, он учится верить Если ребенка принимают и обращаются с ним дружелюбно, он учится находить любовь в этом мире Дори Слоу Нолд Дети учатся тому, что видят в своей жизни Дети из благополучных семей вырастают самодостаточными, психологически зрелыми личностями, которые эффективно решают свои проблемы и легко преодолевают трудности Под благополучной семьей я подразумеваю ту, где ребенок получил любовь и ласку, а также был приучен к ответственности за себя и свою жизнь Дети, которые по каким-либо причинам ощущают нехватку родительской любви и заботы, приучаются с детства выслуживать любовь В обстоятельствах, когда ребенок ощущает себя нелюбимым, то делает подсознательный вывод, что как человек он плох, никому не нужен и поэтому не заслуживает любви Ведь взрослые умнее и сильнее, а значит им лучше знать У ребенка нет способности самостоятельно формировать образ себя Его формируют родители Ребенок не может сам определить, хороший он или нет Об этом ему сообщают родители, от которых он больше всего хочет получить любовь, ласку и заботу Если же в ответ на свои потребности он получает от родителей безразличие, то у него формируется установка «я никому не нужен» В будущем человек с подобной установкой будет постоянно испытывать тревогу В своих попытках снизить ее он будет цепляться за людей, чтобы не оставаться в одиночестве и снова не испытывать ощущения брошенности и ненужности Обычно родители, проявляющие безразличие к своим детям, находятся в состоянии глубокой депрессии и у них ни на что нет сил Ребенок не в состоянии распознать причины и нередко полностью берет на себя ответственность за то, что его родитель несчастен Ему кажется, что причиной всему он, что родители угнетает сам факт его существования Это формирует комплекс вины за собственную жизнь Человек с комплексом вины пытается быть кому-то нужным, чтобы оправдаться перед самим собой за собственную жизнь Все это закладывается в детстве, в котором каждый недолюбленный ребенок выбирает для себя стратегию своего поведения Три стратегии недолюбленных детей Каждый ребенок рождается божеством, а затем опускается до человека Симона де Бавуар Когда ребенок оказывается в атмосфере, где базовые потребности в любви и принятии не удовлетворяются Тогда он пытается приспособиться Из-за неспособности выразить свои чувства, он выбирает для себя одну из трех защитных стратегий Первое Чтобы угодить родителям, ребенок становится паенькой Это идеальный ребенок, которого не нужно воспитывать так, как он сам себя воспитал Круглый отличник, пример остальным Им могут гордиться, на него могут равняться, его могут ценить все, кроме собственных родителей Такие дети живут в постоянном напряжении и затрачивают много сил, чтобы соответствовать и оправдывать надежды своих родителей, учителей, а впоследствии и начальников Они редко достигают личной автономии, независимости и всю жизнь ориентируются на какого-либо авторитета, в котором видят родителя Второе Полностью противоположное поведение Бунт Ребенок становится хулиганом Попадает в неприятности, унижает слабых, чтобы компенсировать собственную неполноценность от того, что его не любят Может начать воровать, что указывает на внутренний протест против поведения взрослых На показ делает то, что под запретом Своими выходками старается веселить окружающих Но за всем этим поведением кроется отчаянная попытка получения внимания Ребенок хочет показать окружающим и в первую очередь родителям, что он забавный, смелый, сильный и поэтому его есть за что любить Третье Ребенок может уйти в себя и попытаться стать для окружающих невидимкой Таких детей не видно и не слышно Они не создают проблем и хотят, чтобы об их существовании позабыли Создают свой внутренний идеальный мир и уходят в фантазии Погружаясь в них все больше, впоследствии испытывают острый резонанс с реальностью Ровесники с ними не считаются, потому что такие дети никому не противоречат И не учатся отстаивать себя и свои интересы в конфликтах, которые неизбежно возникают у детей Повзрослев, они ведут посредственную жизнь и редко добиваются успехов в собственной реализации Выслуживание любви Испорченные люди – это те, у которых нет любви Бернард Шоу, Кандида С детства ребенок приучается выслуживать любовь у окружающих Эта привычка подрывает самооценку и делает склонным к самопожертвованию Будучи взрослым, человек может продолжать выслуживаться перед родителями, которые будут растаптывать его самоуважение вместо благодарности Он будет делать это в надежде, что когда-нибудь они дадут то, что с детских лет ему было так нужно от них При этом человек может попросту не осознавать, что его родители не способны на любовь Или просто не научились ее правильно выражать Он может продолжать добиваться любви от них досидин А все потому, что у него в голове есть созданный им образ идеальных родителей Которых он всегда хотел иметь И он верит, что если выполнит все, что от него хотят и просят То своими трудами он докажет, что хороший и его можно любить А в награду эти требовательные и суровые люди превратятся в тех идеальных и любящих родителей Тогда он будет счастлив Так как будет знать, что он хороший и заслуживает любви Он убежден, что если другие люди полюбят его Значит, он ценен, нужен, может быть счастливым и наслаждаться жизнью Тогда как в реальности люди любят и тянутся к тем, кто любит сам себя Кому хорошо наедине с самим собой Кто полностью самодостаточен Те же, кто пытается выслужить любовь Часто бывают использованы окружением в своих целях Так и не получив того, к чему стремились Если у человека не получается быть любимым, то он старается быть хотя бы нужным Вырабатывается привычка безотказности в помощи другим в ущерб своим личным интересам Склонность выслуживать любовь может проявляться в неспособности выстраивать психологические границы В безотказности окружающим с игнорированием собственных потребностей и в перфекционизме Перфекционизм Перфекционизм – сущностная характеристика механистического мышления Он не признает ошибок Неуверенность, неопределенности, неясные ситуации избегаются Но в применении к природе это неизбежно ведет к ошибке Природа же не точна Природа действует не механически, а функционально Вильгельм Райх Авторитарный стиль воспитания порождает в человеке перфекционизм Тогда индивид ставит очень завышенные цели и, не достигая их, впадает в депрессию, при этом не обращая внимания на достигнутое Перфекционист игнорирует результат, если он несовершенен, вследствие чего появляется трудность в получении радости от сделанного и достигнутого Потому что практически все результаты списываются, ибо по стандартам перфекциониста они недостаточно хороши Перфекционизм влияет таким образом, что человек утрачивает реальное объективное видение мира Неспособность насладиться плодами своей деятельности приводит к заниженной самооценке и депрессии Перфекционизм часто переходит в прокрастинацию, когда человек откладывает дело на потом из-за того, что боится сделать его несовершенно Перфекционизм является одним из способов выслужить любовь Внутренний ребенок перфекциониста старается доказать, что он все делает правильно и заслуживает любви и внимания Несовершенный результат для перфекциониста означает возможность лишиться любви окружающих А за этим прячется страх расстроить родителей Перфекционист предъявляет высокие требования не только к себе, но и к окружающим, чем усугубляет отношения с ними Он не задумывается над тем, что другие не обязаны соответствовать его личным стандартам Не считается с их мнением Вгоняя других в свои рамки, перфекционист покушается на их личную свободу В результате со временем люди могут отвернуться от перфекциониста Важно отметить, что перфекционизм формируется при условной родительской любви Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok